Со всеми этими мобильными проектами, со всем прочим. А GTA Samp Android проекты или GTA CRMP, вот эти вот все на андроиде, они тоже как бы... А с Antra PRP он набрал вот эти свои, знаете, 200 тысяч подписчиков и всю остальную, вот эту вот свою аудиторию с ролика. Это мобильный GTA Samp сегмент, что он может, у них там эти ютуберы там мало просмотров набирают и все прочее. А сейчас просто вот эти вот все ютуберы появляются одним за одним. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Мои одни из самых страшных опасений, можно сказать, уже так более-менее на четверть, возможно, на какую-то десятую часть. Они давно у меня не было в скетчах, да лучше бы и вообще не было. Подтвердились когда-то не так давно, возможно, а я сказал о том, что в скором времени, я этого не отрицаю, а вполне возможно, что весь GTA Samp на компьютере, он, так скажем, умрет и все вообще люди, которые сейчас играют на компе, они куда-то уйдут. А весь GTA Samp в целом будет сосредоточен на андроиде. То есть там будут вот эти вот вся Аризона Мобайлы, все вот эти Сантропе Ролиплей, а Флинн Ролиплей, там, не знаю, Блэк Раша какая-нибудь, Барвиха Ролиплей. Я ставлю GTA Samp андроид проекты и КРМП андроид проекты в один ряд, только потому что они, знаете ли, ну, как бы так сказать-то, ну, 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 как так сказать, ну, они как бы в лайфмобайле, в одном мониторинге находятся, и поэтому как бы, ну, там вроде как что-то подобное происходит. Потому что сейчас вот ты можешь зайти в тот же самый лайфмобайл и увидеть, что там вот и КРМП проекты, и GTA Samp андроид проекты, они как бы находятся на одном месте. Почему так? Непонятно. Но ладно, как вы понимаете, мы все тут собрались не для того, чтобы рассказывать о том, как раньше было хорошо, а как вот сейчас плохо со всеми этими мобилками, со всеми этими мобильными проектами, со всем прочим. У нас тут немного другая новость. Дело в том, что от всего онлайна GTA Samp, который есть на данный момент, 20%, чтобы вы понимали, составляют мобильные проекты. Правда, непонятно, это только GTA Samp андроид проекты или GTA CRMP, вот эти вот все на андроиде, они тоже как бы под одну гребенку идут, и они как бы тоже там вот, ну, более-менее как-то есть, там типа тоже все нормально. Однако, ладно, ладно, мы сейчас говорим немного не про это. Давайте вообще в целом подискутируем на тему того, каким образом, каким образом вот проекты GTA Samp мобильные, вот эти вот все набирают популярность. Многие уже мне начали говорить, мол, то, что Сантропе РП, он набрал вот эти свои, знаете, 200 тысяч подписчиков и всю остальную, вот эту вот свою аудиторию с ролика Райли, который набрал там уже около 2 миллионов просмотров. Так-то оно может быть и так, но в целом оно так идеально, чтобы вы понимали, не работает. Но не может быть такого, что вот ролик набрал 2 миллиона просмотров, и из этих 2 миллионов просмотров 200 тысяч они подписались на Сантропе, и вот люди из вот этих вот всех 200 тысяч, какой-то процент из них, опять-таки, он тоже начал играть вот на всем вот этом вот мобильном GTA Sampi на Android. Ну просто, ну не бывает такого. Это, понимаете ли, когда идет какая-то вот наработка онлайна, вот это вот все рекламные кампании и все-все-все прочее, тут вот немного по-другому все это идет. Там закупается реклама у многих людей, и даже если бы у него этот видеоролик набрал, я не знаю, миллионов 5 просмотров, все равно этого мало, потому что кто-то, возможно, пересматривает, кто-то там делает еще какие-то вещи, кто-то просто зашел такой, типа, а как вообще поиграть, а GTA Sampi Android и сделать все прочие вещи, ему этот Сантропе вообще не интересен. То есть он там зашел, Райлик что-то там более-менее как-то рассказывает, и все, и он вышел. То есть не факт, что Райли вообще мог привлечь такой большой онлайн, но в то же время, в то же время, если мы посмотрим, то вот многие, многие на самом деле люди также начали играть с этого самого ролика Райли на том же самом вот Сантропе РП. И что же это получается? В скором будущем, в скором времени мы уже забудем про вот те самые проекты, которые вот были. То есть Аризоны РП, там Diamond Roleplay, Advance Roleplay, их сместят вот эти вот все мобильные сервера. Или хотя бы, знаете, вот как, возможно, в будущем ты заходишь, опять-таки вот в эти вот все новостные издания, смотришь, и там уже новость идет не о том, что вот мобильный GTA Samp сегмент занимает там 20% всего этого рынка, а то, что, допустим, он занимает 50% всего этого рынка, и ты такой думаешь, ебать, так они уже поровну поделились. Раньше-то все думали, типа, ой, да этот мобильный GTA Samp, этот мобильный GTA Samp сегмент, что он может, у них там эти и ютуберы там мало просмотров набирают и все прочее, а сейчас просто вот эти вот все ютуберы появляются одним за одним, а день назад о них не знал никто, сейчас мне все пишут, так, а самп, так, а самп, он пиздец, там у него путь от бомжа до кирки, там вот это вот все прочее, и они набирают просмотры каким-то образом, и то есть сейчас, в данный момент, мобильный сегмент GTA Samp, он пиздец, как набирает просмотры, примером может послужить даже мой канал, который, ну, буквально месяц, два, три месяца назад собирал, там, знаете, по 100 подписчиков, по плюс-минус, вот так вот, только я начал ударяться во всю эту мобильную тему, только я начал рассказывать про все эти прочие вещи, как тут же, там, знаете, 40 тысяч просмотров, сейчас за этот месяц вроде как будет, около 60 тысяч просмотров и 500 подписчиков, то есть, понимаете, норма, которую я набирал примерно, там, год, может быть, полгода, может быть, там, дохуя месяцев, то есть, все это я набрал вот этих вот 500 подписчиков, или 500, или 500 подписчиков, я набрал просто за один месяц съемки этих самых мобильных проектов, новостей, и вот всего-всего прочего, разумеется, я ударялся сразу в несколько тем, то есть, там, тут и Сантропе, тут и Аризон Мобайл, там и Блэк Раша где-то, с Радмиром РП, КРМП, и со всем вот этим вот прочими вещами, разумеется, то есть, если сейчас сюда придет какой-то такой ютубер, который во все это активно ударится, какой-то там, знаете, Делорензи, вот этот вот весь в мобильном сегменте, то он вообще там взлетит еще выше, потому что вот эти вот все дети, ну, объективно, это же дети смотрят про мобильный сегмент, они просто трафик такой неимоверный создают, что это просто вот прям невозможно, и тем самым они распиаривают все вот эти вот проекты, которые сейчас могут находиться. Ну, а на этом, я думаю, уже можно закончить мой вот этот вот видеоролик, заходите на Arizona Roleplay Phoenix по моему IP-шнику в описании, также хочу напомнить, что у Arizona есть свой мобильный клиент, свой мобильный лаунчер и все-все-все прочие вещи, вы можете туда зайти, со всей этой информацией ознакомиться и в целом стать таким, знаете, нормальным фанатом, поклонником Arizona RP, вот, который как бы любит Arizona Roleplay. Всем спасибо за просмотр, а в описании есть ссылка на мой телеграм-канал и на все прочие вещи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok